Спасибо, студия Ганновер. С момента прихода к власти нового президента Порошенко на Украине в ее восточной части, как он и объявил, господствует война. Мы уже сообщали о боях в аэропорту Донецка. Они продолжаются. При всем этом украинская армия не позволяет хоронить погибших. По словам очевидцев с мест происшествий, действия киевского правительства ввергли Донецк почти в гуманитарную катастрофу. Также и в Славянске идут бои. Если раньше снаряды украинской армии попадали только в районы с частными домами, то в прошлый понедельник впервые были обстреляны и высотные здания города. Бомбардировали общежития педагогического университета, крупное хлебопекарное предприятие и детскую поликлинику, в которой, к счастью, вечером уже никого не было. При этом, как сообщила руководитель отдела здравоохранения, погибло три человека и восемь были ранены. Кроме того, жители сообщают об убитых, погибших под артиллерийским обстрелом в жилом районе. В бомбардировке подверглась даже школа с детьми, в то время как там шли занятия. С того времени масса людей пытается бежать из города. Так как общественные транспортные средства уже давно не работают, выбраться из города очень сложно. Кругом установлены дорожные и контрольно-пропорксные посты, которые не дают проехать практически никакой машине. Только в паузе между боевыми действиями можно попытаться уехать на собственном автомобиле. Те, у кого машины нет, должны искать себе такси. За последние дни Славянск покинули свыше 10 тысяч граждан. Нужно полагать, что это число постоянно растет. В прошлой ночи в Луганске безоружные сепаратисты вместе с матерями украинских солдат окружили военный пост украинского подразделения особого назначения. Они требовали отпустить 80 солдат. Напоминаю, что несколько недель назад украинское правительство снова ввело воинскую обязанность. И поэтому украинцы вынуждены теперь идти против своих же соотечественников. Эти мужественные матери кричали сквозь слезы «Освободите наших сыновей! Они не пушечное мясо!» Все эти 80 человек получили разрешение идти домой. Это лишь несколько моментов актуальных событий последних дней. Западные средства массовой информации отмалчиваются в отношении этого усилившегося агрессивного курса нового правительства. Между тем, это уже мало кого удивляет. То, что даже сама ОБСЕ, нейтральная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ничего не сообщает об этом в своих актуальных докладах, вызывает серьезные вопросы. Канал Кляги Маур ТВ продолжит передавать сообщения, не подвергнутые цензуре. Оставайтесь с нами и распространяйте эту информацию дальше. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok